В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Почти 1200 проектов оценивает профессиональное жюри губернаторской премии «Мы рядом ради перемен». В сей день момент я решил, чтобы отметить, что мы сделали это мероприятие. Участицы клуба «Золотая осень» из поселка Совхоза имени Ленина побывали в парке «Патриот». Храм необыкновенный. Вы знаете, это одно священное величие. Видно, прошло первенство Московской области по футболу среди детских команд. Мы играли сильнее, мы играли грамотнее, мы играли красивее. Губернаторская премия «Мы рядом ради перемен» призвана поддерживать социальные проекты жителей Подмосковья. Она проводится в несколько этапов, самый важный из которых – народное голосование. Из более чем 6,5 тысяч представленных проектов и инициатив преодолеть его смогли почти 1200 номинантов. С одним из них, Мамедом Амедовым, встретился наш корреспондент Максим Козлов. Наша история началась в декабре прошлого года, когда к Видновской районной клинической больнице подъехал автомобиль, в котором находилось множество пакетов. Такое огромное количество пакетов. Расскажите, что в них, пожалуйста. В них сезонные фрукты – это яблоки, гранаты, хурма, груши, мандарины. Это все подарок нашим врачам. Сейчас инициатор акции «Витамины для врачей» Мамед Мамедов вспоминает, что на его призыв о помощи врачам с удовольствием откликнулись люди разных национальностей. Вместе собрали более 2,5 тонн различных фруктов. Привозить их пришлось в два этапа. Я поделился с товарищами по этому вопросу, и они меня поддержали. Это была татарская культурная автономия, Март-2, Пакистан. Вот мы совместно. Потом этот вопрос вынесли в согласование с администрацией, и мы совместно начали заниматься этим вопросом. С этим проектом он и принял участие в конкурсе на соискание губернаторской премии «Мы вместе ради перемен». Признается, что решение было спонтанным, а выход в следующий тур с большим количеством голосов стал полной неожиданностью. В последний момент я решил, чтобы отметить, что мы сделали это мероприятие. И в последний момент мы сдали, как говорится, документы, прочитавили. И потом до меня дошло сообщение, чтобы мы первый тур прошли. Вот ждем результата второго тура. Теперь жюри должно выбрать из почти 1200 номинантов, в число которых вошел и проект «Мамеда Мамедова», только 490 участников, среди которых и будут распределены денежные премии. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Российский триколор несет в себе историю целой страны. Об этом через стихотворение поэта Анатолия Жигулина рассказывают 27 участники проекта «Стихи живут повсюду». Произведение они приготовили специально по случаю празднования Дня государственного флага. Российский триколор не раз вдохновлял поэтов и писателей. Реющий на ветру он становился символом движения жизни, нес историю нашей страны. В день государственного флага стихотворения России прочитали 27 участники проекта историко-культурного центра «Стихи живут повсюду». Шили флаги косынию в давнем веке у нас. И летел над Россией, шитый золотом спас. Багряно-червленными в том великом году под цветыми знаменами Дмитрий шел на рду. И могучую птицу пролетел сквозь века, и вскружил над столицу синий стяг Ермака. И с победными красками созывало на бой знамя князя Пожарского над горячей Москвой. А с полками Суворова в честь российской земли стяги с лентой Георгия через Альпы прошли. И забыть нам не велено славный крейсер «Варя». И горячий, простреленный тот антрейский флаг. Эти флаги, с которыми и в огне, и в пыли, по дорогам истории мы победно прошли. Пусть же память останется и про дымный рейхстах. Пусть всегда развивается наш немеркнущий стяг. Пусть всегда развивается наш немеркнущий стяг. Стихотворение «Флаг» Анатолия Жигулина прочитали ученицы второго класса Бутовской школы – Софья, Альбина и Фатима. С ними принял участие и заслуженный работник культуры Московской области Владимир Степанович Меньшов. Автор проекта, сотрудница историко-культурного центра Наталья Изамарина, подобрала таких разновозрастных чтецов не случайно. Мысль о том, что флаг должен жить вечно, мне хотелось, чтобы эту мысль выразило и очень наивное поколение, которое, да, не знает жизни, которое, да, не имеет опыта ни своего личного, ни исторического. Но, тем не менее, это поколение начинает свою жизнь в определенных предлагаемых обстоятельствах. А выстроили эти обстоятельства люди старшего поколения. Через строки стихотворения чтецы рассказали не только историю флага России, но и прошлое всей страны в целом. На триколоры дети и взрослые смотрят с гордостью, как на символ, объединившие разных людей в единое целое. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Участницы клуба «Золотая осень» из поселка Совхоза имени Ленина по губернаторской программе «Активное долголетие» побывали в небольшом путешествии. При поддержке Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» для них была организована поездка в парк «Патриот». Путешествовать по Московской области участницам клуба «Золотая осень» не привыкать только. В этом году они объехали несколько храмов, побывали в разных городах и даже посетили молочную ферму. В этот раз жительницы поселка Совхоза имени Ленина отправились в парк «Патриот». Началась поездка с музейного комплекса «Дорога памяти», где благодаря мультимедийным стендам, интерактивным экранам, световому и визуальному оформлению можно было полностью погрузиться в каждые из 1418 дней Великой Отечественной войны. Стоит отметить, что многие участницы клуба «Золотая осень» детьми застали войну. Среди них есть и малолетние узники концлагерей. И этот эффект погружения, который активно использовался при создании экспозиции, вызвал массу эмоций. Тема тяжелая, конечно, но впечатлений очень много. Хоть мы и дети войны, сегодня еще раз как бы пережили это все. Это незабываемое, конечно. Незабываемое впечатление. После посещения музея участницы клуба «Золотая осень» вместе с экскурсоводом отправились в главный храм Вооруженных сил России. Построен он чуть больше года назад, но уже стал местом паломничества россиян. Храм необыкновенный. Вы знаете, это одно сплошное величие. Я не знаю, я больше не видела таких храмов, и это очень впечатляет. Конечно, много чувствуется, что там не только вложено много материальных ценностей, но там и духовности очень много вложено. Экскурсия по музейному комплексу и храму длилась более трех часов, но для участниц клуба «Золотая осень» они пролетели незаметно. Полные энтузиазма они с легкостью провели этот насыщенный день и уже с нетерпением ждут следующих поездок. На стадионе «Металлург» в рамках первенства Московской области по футболу среди детских команд состоялся матч между «Олимпом» из города Видное и футбольным клубом «Заря» из Краснознаменска. За игрой юных спортсменов наблюдала наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Наталья Буслаевой. Совсем не шуточные страсти кипели на стадионе «Металлург». Именно здесь проходят матчи в рамках первенства Московской области по футболу среди детских команд. На стадионе «Металлург» в рамках первенства Видновский «Олимп» принял у себя на поле футбольный клуб из Краснознаменска. Два тайма по 25 минут с пятиминутным перерывом выдались для обеих команд напряженными. Подмосковные футбольные баталии стартовали еще в апреле. Ленинский городской округ на первенстве представляют 10 детских команд. Как рассказывает судья турнира Максим Буров, ребята стараются играть как взрослые, но пока многое не получается. Арбитры делают небольшие послабления, ведь юные спортсмены только начинают свой путь в футболе. В плане аута. Когда вбрасывают аут, то нельзя оторвать ноги от земли. Мы им разрешаем это делать, но предупреждаем, что раз они кинули, ноги оторвали от земли. Мы говорим, что в следующий раз будут уже другие игроки кидать мяч. То есть ноги больше не отрываем. То есть мы их учим. В нынешней встрече сначала повели видновчане, но все же по результатам игры футбольный клуб «Заря» оказался сильнее. Матч завершился со счетом 4-2 в пользу гостей. Во втором тайме мы вообще не дали сопернику ничего сделать. Во втором тайме. Ну, в первом тайме тоже мы... Ну, я еще раз говорю, мы играли сильнее, мы играли грамотнее, мы играли красивее. Но побеждает тот, кто больше забивает. Мы забили меньше. В первом тайме все, что мы вытепили 5 минут, мы же так и думали, что мы с дороги приехали. Сейчас там с чем-то ехали, чуть-чуть вялые вышли. Понятно было, что команда соперников понесется вперед. Мы это ожидали, чуть-чуть там потерпели, выждали моментики свои. Команда соперников, к сожалению, и к нашему счастью, не реализовала три выхода, хороших выхода. А мы вытерпели и, пожалуйста, четыре гола в первом тайме. И я считаю, что установку на игру мы выполнили. Для многих ребят это первое большое соревнование. Игрок команды «Олимп» Ярослав Терзиманов признался, что подготовка заняла много времени. Сколько тренировок в неделю? Пять. Ну, это если когда в школе и дни, а так, когда были каникулы, это по три тренировки примерно. Автор одного из забитых мячей ворота «Видновчан» Александр Бартенев своей игрой был доволен. Но останавливаться на достигнутом не собирается, ведь впереди еще много игр. Первый танк, в общем, всем понравился. А второй немного подрасслабились. Да, и мы вдвоем, защитники, играли без замен, так что было очень сложно. Первенство Московской области по футболу среди детских команд продлится до середины октября. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно.ТВ. Видно прошел очередной матч в рамках чемпионата России по мотоболу. Для «Металлурга» это восьмая игра, и пока «Видновский клуб» ни разу не проиграл. В этот раз наша команда встретилась с «Ковровцем» из Владимирской области. За игрой наблюдала Юлия Пагасьян. Еще перед игрой эксперты предрекали победу «Металлурга» с большим отрывом. Это раньше «Ковровец» был для «Видновского клуба» серьезным противником. Сейчас их состав обновился, и команда пока не набралась опыта. Но, как любят говорить спортсмены, нельзя недооценивать соперника. И все же очередной матч в рамках чемпионата России по мотоболу начался предсказуемо. На первой минуте Иван Криштопа забил гостям гол. Повезло. Они, видимо, не успели сосредоточиться, настроиться на игру. Так игра у нас пока складывается неплохо. Есть недочеты. Я думаю, мы их устраним и будем готовиться к финальным играм. На этот раз «Металлургу» пришлось играть без Анатолия Касьянова. Накануне, во время тренировки, спортсмен сломал ключицу. Плюс чемпионат России подходит к концу. Напряжение растет. Видновские ребята заметно устали, но настроение боевое. Со второго числа начинают три финальных турнира. И Патова, видимо, Кирипинская и последние видны 16-18 сентября за качество чемпионата этого года. А пока «Металлург» не пролил никому, поэтому к сезону готовились серьезно. И поражений еще ни одного в этом году не было. Поэтому, значит, я думаю, все нормально и в тактике, и в стратегии. Как обычно, чтобы поддержать видновский клуб, на стадион «Металлург» пришло немало болельщиков. Среди них не только мужчины, хотя, конечно, их большинство, но и женщины тоже активно болеют за наших ребят. Это атмосферно очень, это очень заводит, можно так сказать. Поэтому и детям, и взрослым, и женщинам всем пойдет. Следующий матч «Металлург» сыграет уже вне домашнего поля. Ребятам предстоит отправиться во Владимирскую область. 25 августа они выступят с ответным матчем против «Ковровца» на их территории. Это будет последняя игра отборочного этапа. Юлия Пагасиан, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видно этого. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова